Чего на глазик нацепила какашки? О, какашки, чего не умываешься? Вроде красивая, такая солидная, пушистая, шиншилличная кошечка. А не вытирает глазки свои. Почему, Соня? Привет, 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 приветушки, приветушки, ребятушки. Приветули, дули-дули. Да, она где-то спит мелко. Севастополь, я вас приветствую. Соня, Соня, Соня. Что? Что? Соня. Вот она ходит, выпрашивает жратву. Сонька грязножопик. Сонька моя, грязножопик, шиншилка моя, да, вискос мой. Лентин мой. Привет, привет. О, Симферополь. Как дела? Да дела вообще прекрасно, дела отлично, пока не родила. Как дела? Пока не родила. Фу. Мы сейчас отзанимались, оттренировались. Отлично. Сегодня у нас день спины был, вообще шикардосик, шикардосик. Не могу понять, вы на фарме так раскачались? Нет, не только. Не обязательно только на фарме. Ну, фарма, конечно, была тоже в определенный период времени. Была. Она тоже помогла, конечно же. Но это не только фарма. Если вы не будете держать жесткий режим, не будете держать питание, здесь вам даже сам бог не поможет раскачаться. А фарма, если вы не будете держать режимы питания, наоборот, распидорасит вас, как свиноматку. Вот что с вами будет. Ну и, конечно же, бомбанет весь ваш гормональный фон, что потом пиздец будет вам. Вот. Поэтому это не только фарма. Здесь, знаете, я вам скажу как, здесь 5% фармы, 95% ебашилого и режима полного. Вот так я могу вам сказать. Многие удивляются, что в данный момент я не на фарме нахожусь. Это как ко мне мальчик подошел, говорит, ты постоянно на тестостероне? Говорю, да, 24 часа в сутки нахожусь на тестостероне. А то, что я хуярю по 3 тренировки в день, да, 6 дней в неделю, это так хуйня, да, держу питание, стараюсь периодически, да, ну, даю, конечно, себе расслабону, но все же, а так, да, конечно, только на фарме. Как у тебя отношения со свекровью? С какой свекровью, простите выразиться? С какой свекровью? У меня нет свекрови. Есть девушки с мышцами сильно выраженными, а есть как модели Виктория Сиктрид, просто стройные. Вот от чего это зависит. Ну, начнем с того, что модели Виктория Сиктрид, они просто худые. Для меня это просто худые, я там вообще ничего не вижу. Просто стройные худые палочки. А с сильно выраженными мышцами, это уже фитнес девушки, это девушки фитнеса. И зависит это от тренировок, от режима тренировок, от направленности тренировки, от целей и задачей тренировок. Вот и все. Здесь никакого секрета-то и нет особо. Все очень просто. Можно 5 кг за 3 недели скинуть? Да, конечно, можно. Почему нет? Если будете жестко сидеть в режиме питания, то да. С мамой Светикой как отношения? У Светы нету мамы. Она, к сожалению, как и все когда-то мы будем на том свете. Вот, к сожалению. Когда вечером последний раз кушаешь? В основном это всегда получается за час до сна, за два, за час до сна. Когда со Светой свадьбу хотите? Мы не паримся по этому поводу совершенно. Как только, так сразу, как говорится. Если есть проблемы с сердцем и нельзя кардионагрузки. Какие можно физнагрузки? Смотря какие у вас проблемы с сердцем. Не знала. Ну, об этом мало кто знает. И я не считаю это нужным, чтобы это знал весь мир об этом. Вы считаете себя красивой женщиной? Для себя самой, да. Да. Но у всех эталоны красоты абсолютно разные. Кому-то это некрасиво, кому-то это красиво, кому-то вообще все равно. Ну, понимаете? Нет, я сняла пирсинг, не прижился, потому что... Быстро убрать живот. Быстро бывает только просраться в сортире после пургена. Привет, мамуль. Тебя тоже, да, удивляет вопрос. Как перебороть лень? Я уже по поводу лени писала, отвечала на вопрос в сторис. Это не лень. Это ваше нежелание. Отсутствие вашего желания. Вот и все. Это не лень. Для меня вы очень жестыны. Почему такой выбор спорта? Ну, это не то, что выбор спорта. Мне просто понравилось этим заниматься. Я всю жизнь, на самом деле, в спорте, вообще с детства в спорте. А с 17 лет просто пошла в тренажерный зал, и мне это понравилось. Мне понравилось чувствовать свои мышцы, понравилось чувствовать свое тело. Я увидела, как меняются мои формы, и это все меня, так сказать, заряжало, мотивировало. И все. Потом решила дальше двигаться, решила, выбрала просто этот путь. Сам по себе. Понимаете, я его даже не выбирала, даже сказать. Даже не то, что выбирала. Мне просто понравилось. И я шла за тем, и делала то, что мне просто нравится. Вот и все. Получается, грубо говоря, я даже не выбирала, а просто делаю то, что мне нравится. English not many. Складки на спине в зоне бюстгальтера. Тренировки и питание. Вот и все. Привет. Красивый парень, если бы не знала, что это моя девушка. И такое бывает. Как вы стали популярны в Инстаграме? С чего все началось? Ой, ну, Оксана, да Оксана, да я не считаю себя, если честно, популярной в Инстаграме. Вообще, в принципе. Потому что без меня до хрена блогеров миллионников. Я даже не миллионник-блогер, даже не полумиллионник-блогер. Я просто обычный тренер. Просто веду свою страничку, делюсь своей жизнью, делюсь своей философией жизни. Вот и все. Вы планируете детей или есть проблемы? Нет, у меня проблем совершенно никаких нет. Я просто не хочу детей, и они мне не нужны. Пока что. Пока что не нужны. Я как бы не зарекаюсь, что не хочу никогда, как говорится, не горях, пока не перепрыгнешь, потому что никто не знает, что будет завтра. Может, мне 40 лет пизданет в башку захочу детей. Кто же знает. С капсулы смерти. Ну да, началось все с капсулы смерти, когда я начала делиться впечатлениями поездки на автобусах. Вот и все. Куда отдать лучше ребенка, да? Ну, на самом деле, куда отдать лучше ребенка, знаете только вы. Никто не знает вашего ребенка лучше, чем родная мать. По сути, так должно быть. И вы должны видеть, какой у вас ребенок, активный, неактивный, да? Выявить его тип, характер, вот, и понять, к чему он больше склонен. Может быть, ему вообще не в спорт надо. Может быть, ему вообще этот спорт не нужен. И вообще будет для него в тягости этот спорт. Может, ему больше нравится музыкой заниматься. Может, ему вообще больше нравится рисовать, понимаете? А может, ему вообще математика нравится, понимаете? А не спорт. А вы его отдадите в спорт, и для него это будет чуть ли не как психологическая травма и вообще насилие, да? Понимаете, поэтому это нужно четко знать своего ребенка. Как относишься к остеопатам? Абсолютно нормально. Ребенка сосед сама на танце. Можно ли с грыжами и протрузями в тренажер? Конечно, можно. Парусет. Сейчас я выключу кондиционер немножечко, а то хренач не едут. Он мне прям в спинку фигачит. Рита, добрый вечер. Как вы относитесь к танцам? Абсолютно нормально. Мне нравятся танцы спортивные. Я ходила на бальные танцы, но это было в детстве. Естественная неформалка. Естественная. Привет. Светуля отдыхает. Она вчера допоздна татуировку била у своего мастера, поэтому пришла очень поздно, поэтому она сейчас отсыпается. А потом сейчас встанет и будет работать. У Светочки сейчас очень плотный, загруженный график работы, да, и дела, и работы, поэтому она просто пока что не успевает даже, потому что она с утра до вечера работает, либо вот она вчера до ночи, ночи, не до вечера, а до ночи. До трех часов ночи тату убила, естественно, сейчас отсыпается, проснется и сразу же работать будет. Спорт и бальные танцы. Да, вон мама моя подтвердит, куда я только не ходила, чем я только не занималась. Но это на самом деле кажется, что я здоровый, ребят, правда. На самом деле я могу вам сказать, что камера пиздец как увеличивает. На самом деле, если вы меня в реале увидите, я очень маленькая и миниатюрная. Привет. Пишите ватсап по номеру, и администратор вам скинет всю информацию. Летом у нас скидки, могу сказать. Либо прочитайте пост на моей странице есть. А, ну если он активный, ну не знаю, можно для начала, можно и на плавание отдать, можно на единоборство отдать. Опять же, что больше нравится? Вариантов очень много. Да, вот видите, мои девчонки, они не дадут соврать, что на самом деле я маленькая, я небольшая. Это кажется, что как будто у меня какие-то горы, огромные мышцы, а если вы меня в реале увидите, не, ну понятное дело, я не стандартная, да, не стандарт, не такое, да, сказать. Но все-таки я не огромная. Да, камера делает эффект рыбий глаз очень сильно на самом деле. Родители легко приняли твою ориентацию? Да, они не принимали. Вот просто как есть, так и есть. Как говорится, если родители вас по-настоящему любят своих детей, они, главное, чтобы для них дети были счастливы и самореализовались, то есть, да, самореализованные личности были. Вот, они какие-то там упыри маленькие. Мне кажется, вы нуждаетесь в любви. Если бы я нуждалась в любви, я бы не давала так много, я бы ее принимала. А так как у меня любви слишком много во мне, поэтому я ее дарю. Дарю не только, Свете, дарю и своим подписчикам вам, и всем вокруг. Я, ну я довольно-таки, ну да, я не скажу, что я хрупкая, но есть такое, да, я не грубый человек, я нежный человек, особенно со своими близкими, с родными, конечно. Почему? Потому что у меня это все привито с детства, потому что у меня папа всегда очень нежно и заботливо относился к маме, да и до сих пор относится нежно и заботливо, да, пусть даже они и развелись. Вот. У меня это любовь, забота, нежность, это идет из семьи. Ну и вот это вот спокойствие, потому что у нас никогда в семье не было скандалов. По крайней мере, я этого не видела. Может быть, родители и где-то там ругались с папой, но мы никогда с братом этого не видели, поэтому я очень люблю спокойствие дома, по крайней мере дома, я очень люблю спокойствие, вот эта вот гармоничность. Я не люблю ссоры, не люблю скандары, я терпеть, ненавижу просто выяснение каких-то либо отношений, какие-то, блядь, я не знаю, терки, дилеммы вот это вот вообще, для меня это прям вообще уму непостижимо. Мясо, да, конечно, ежедневно кушаю. Поэтому, наоборот, во мне, наоборот, очень много любви, поэтому вы ее и чувствуете, поэтому я ее и даю вам буквально через экраны. А если бы у меня была нехватка любви, вы бы не чувствовали мою энергию, и из меня бы ее не перло, из меня бы не перло так. Когда вы поняли, что вы больше по девочке, девочек привлекает, на самом деле, я не буду даже этого скрывать, я все-таки прокручиваю... Да, у меня мама даже элементарная, если вы зайдете на страницу «Моя мама», вы поймете, какой она человек, это человек-солнышко, который тоже излучает из себя просто кучу энергии, кучу любви. Ну и папу, многие девчонки, кто моего отца видели, он тоже такой же, у меня, знаете, такой ля, лапочка такой. Кто родители по профессии? Пенсионеры. С девчонками спокойнее. Не, ну на самом деле я могу вам сказать, что я все-таки изучаю психологию, сама прокручиваю у себя, то есть, вот эти вот корни, откуда это пошло. На самом деле это пошло вообще прямо с детства. Это не какое-то психологическое отклонение, это просто пошло с детства, потому что на самом деле природа наша очень удивительная, очень удивительно многогранная и богатая, и если вы будете углубляться в настоящую природу отношений, животных, человека, вы поймете, что это в природе абсолютно естественно. Просто мы привыкли жить именно по законам, которые созданы и прививались нам просто-напросто с детства, вот и все. Поэтому многим это непонятно. Ну, я и не пытаюсь это кому-то привить или кому-то, кого-то убедить в этом, мне абсолютно все равно, кто как к этому относится. Я просто живу счастливо, делаю то, что мне нравится, делаю то, что я хочу, вот и все. Когда-нибудь мужчины или тебе всегда? Нет, у меня были мужчины, были мальчики. Мама не даст соврать, она до сих пор вспоминает ухаживание пацанов за мной, как ко мне с гармошками на День Святого Валентина приходили с гармошками, мама, а, можно играть гармонь любимый там? Кого-то мама там заказывала, а, зеленоглазные такси-то заказывала за мной, мальчик тоже ухаживал один. Нет, у меня были мальчики все хорошие, я могу вам сказать, спортсмены, музыканты и актеры. У меня был один актер, второй музыкант, третий спортсмен-паркурщик, и я занимался этими, знаете, рыцарские бои, которые, знаешь, такие, ну, они выходят в шлемах там, ну, рыцарская херня, я не помню, как она называется. Вот, так что мы у меня были. Привет. Да, с мамкой вместе ходили на свидание, да. А раньше еще были вот эти, помните, раньше были Аська в телефонах, Аська была, и раньше все знакомились в Аськах. Да, я абсолютно спокойно на эти вопросы отвечаю. Вот, мне, честно говоря, абсолютно спокойно, я, потому что ничего не скрываю, да и хочу здесь скрывать весь такой вот. Со Светкин делите одеяло? Нет, потому что я, бывает, сплю под другим одеялом, потому что мне мало одеяла, потому что я всегда сплю, знаете как? Я постоянно под ноги вот так вот все стырю, одеяло все под ноги вот так вот сплю, и, естественно, одеяла не хватает никогда, поэтому я беру второе одеяло. Мне 30 будет, буквально через пару недель мне будет 30 лет. Да, в компьютере Аська, да, была, а потом в телефон ушла, да, вот в Аськах знакомились с пацанами. На 30 килограмм, когда у Труна перечитать пепосты. Я очень рада, очень рада, что хоть чем-то помогла вам. Да, 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 я одеялки на жадину, да. Какая одна слюк. Мне Светик даже купила, подарила, знаете, подушку для беременных, такую длинную, чтобы я ее ногами зажимала. Ну да, я говорю, мне Светик подарил подушку для беременных даже. Она говорит, ты заколебала терить одеяло. 30 лет мне будет летом, буквально через 2 недели мне будет 30 лет. 7 июля официально мое день рождения. Отправляю неофициально, неофициально, а официально 7 и исправляю официально 9. Ну да, одеяло интереснее, или простынку. Мечтай, реально такая классная подушка вообще, мягкая. Между ног одеяла скомкать и кокону. Кокону спать, да-да-да. Нет, кошаки не с нами спят, нет. Ну они ж, они пушистые и засранцы. Они ж, блядь, зайди-выйди, зайди-выйди. В июне только. У меня вот в июле. Привет. В лаваш заворачиваться. В шаурму заворачиваться. Человеческая шаурма. Пресс не меньше, чем через полгода, девочки. Не меньше, чем через полгода. Как бы хорошо не заживало. О детях нет, не думали. Нет. Пока нет. Пока не пришло время. И жизнь продолжается. Жизнь только начинается, девочки, я вам могу сказать. Только начинается. О, Крис, братко, привет. Нет, не была в Тольятти ни разу. Да я мало, на самом деле, где была еще. А если хочется прямо жрать, то нельзя. А почему нельзя-то? Почему нельзя? Тоже седьмого, только апреля. Вон, вон, мамка пишет, какие дети. Ей вон двоих. Она с двумя-то не справляется. Мамка у меня с двумя не справляется. Внучатами от брата моего родного. А вы говорите, моих. Если я еще рожу, она там вообще повесится. Она скажет, все, я пошла в мир иной. Спасибо. Хватит. Если нормальные роды, то через две недельки восстановились, и можно начинать потихоньку. Приезжай в нашу дырищу Новгород. Спасибо. Спасибо за дырявое приглашение. Спасибо за дырявое приглашение приехать в дыру. Да, мама на пенсии. Папа у меня тоже на пенсии, но он не может без работы, поэтому он работает. Но если вы в режиме месяц, можно. Потом все-таки выходить надо на поддерживающий режим. Постоянно, всю жизнь, каждый день тренироваться нельзя. Вы развалитесь просто-напросто. Привет. Дырищ, да, только дырищ мне не хватало. Я и так наконец-то из дырища выбралась. Помогаете финансовым родителям? Да, если просят, конечно. А как же? Ну, папе я машину купила. Маме тоже финансово помогаю. Приютам финансово помогаю. Много кому финансово помогаю. Мне бы кто финансово помог. Почему решила пойти в спорт? Да я не решала. Я всю жизнь в спорте. Всю жизнь занимаюсь спортом. Уже ваша сварьба снялась? Нет, не видела. Я в красной майке, света в платье. Старственная машинка, ну, двигатель полетел. Сейчас будем двигатель менять. Уже заказала новый двигатель в нее. Ну, короче, получилось так. Я же нарвалась на мошенников, да, с машиной. И мало того, что я, во-первых, нарвалась на мошенников в салон. Это во-первых. А во-вторых, эти мошенники ебейше в три раза скрутили пробег на машине. То есть я покупала, когда машину, у нее стоял пробег 130 тысяч. А на самом деле, когда в официальном дилере подняли всю историю вот сейчас машины, да, моей, на самом деле у нее пробег там чуть ли не под 400 тысяч. Ну, понятное дело, что двигателю пизда уже. Вот, ну, все, двигатель стуканул. Нет, у меня нет учителя-наставника. Почему по югам не ездить? Потому что работаем, поэтому не ездим. Понравилось на свадьбе? Я рада. Мне бы посмотреть, я бы тоже хотела побывать там. Да прилично стоит движок, прилично. Удачный вариант, спасибо, спасибо. Конечно, бы хотелось до дня рождения успеть сделать. Прилетает в Германию пиво, попьем. Ой, Оля, Оля, я бы с радостью, я бы с радостью хотела попробовать настоящего немецкого пива вкусного. Да, вот раскрылась, да, поднокотное. Скоро все закончится, надеюсь, мамуль, надеюсь уже. Ну, вот я говорю, да, понимаете, поэтому мало того, что я на мошенников нарвалась, сужусь, да и во-вторых, еще оказалось, еще и пробег, пиздец, как скрутили с машины, что вообще пиздос. Проблема очень правильно. Тоже капитальный, да, движок на Мазде. Ну, вот, видишь, Мариш, ну, она реально отбегала свое, представляете, под 400 тысяч пробег. Ну, реально она уже все отбегала свое, и поэтому он стуканул. То есть здесь уже как бы машина не виновата. Я за нее прилечу скоро. Да, у меня мамочка скоро полетит в Германию, кстати. Да, у половины смотрим пробег. И при том, знаете, не подгадаешь и не узнаешь, блин, насколько скручен реально пробег. С питания, с питания начинать, и тренировок хотя бы минимально. Куда столько есть можно. Ну, она, представьте, девчонки, 2008 года, 2008 года, а сейчас 2019 год уже. Нет, я лично не знакома со шпаками. Купила я ее в 2017 году. Мой любимый алкогольный напиток – пиво. Это мой любимый алкогольный напиток – это пиво. Согласна, как говорится, знаете, не наебешь, не проживешь. Это, знаете, такая пословица в наше время уже, актуальная. Владельцев у нее раз, два, три вроде было, три, я четвертая вроде бы, если не ошибаюсь. Либо я четвертая, либо я третья. О, программа, по которой можно проверить всю историю машины. Интересно. Пиво копченое, да, это мое любимое. Пиво копченое – это мое любимое пиво, да. Продать я ее не могу, потому что машина находится в суде. Я же до сих пор сужусь. Вроде бы я полноправный приобретатель, да, добросовестный, а нихера. Ну, это, понимаете, там очень крупное мошенничество, очень крупное мошенничество крупного масштаба, где задействованы не только продавцы этого салона, но, как я вам и скажу, и наши доблестные полиции. И все они вместе там взяты, понимаете? Это крупное мошенничество, очень крупное. Настолько, что даже, выражусь так, судьи не хотят браться за это дело и принимать решение. Даже так. Чтобы машину признали полноправ... Чтобы меня признали полноправным собственником, добросовестным приобретателем данного авто. Да нет, машина у меня. 23 июля летишь на три недели. Спеты, да. Все, там, понимаете, там все-все-все закручено, заверчено. Если вы хотите почитать по поводу этого данного дела, просто вбейте гепард авто Саратов. Гепард авто Саратов. Это уже дело длится уже с 2017 года. Я буквально в октябре приобрела машину. В октябре, когда я приобретала машину, но это вы все, может быть, многие помнят, потому что я выкладывала пост. Выкладывала пост, сториз, когда я приобретала машину в салоне. Вот, и буквально в ноябре они кидают, в ноябре кидают бывших владельцев авто на деньги. Вот. Не выплачивают деньги и скрываются. Вот. И, естественно, все подают коллективно в суд. И начинается катавасия. Начинается веселуха, которая длится до сих пор. Нет, я не заналбала, брала, я кредит оформляла. Я сделала первоначальный взнос. Первоначальный взнос в салоне отдала 250 тысяч. И остальная сумма на 320 тысяч я оформила автокредит через банк, который выплатила. Выплатила и закрыла. Эти деньги бывший владелец забрал, получил. Он не получил деньги только от автосалона, с кем он заключал договор. Вот. Если бы, конечно, я заналбрала, тут бы, понятно, проблем был бы больше. Но тут я, видите, я приобретала автокредит. Вот. Машина была чистая, без всяких штрафов, без обременений. Понимаете? Естественно, и мне одобрили кредит. Потому что банки-то не дадут кредит, если на машине какая-то хуйня висит. Поэтому машина была проверена, что все хорошо, все нормально. Я приобрела машину. Оформила все документы. Кредит оформила. Выплачивала. Вот. А потом прекращаясь, тебя потом разносит больше, чем была. Но если ты прекращаешь заниматься на год, на полгода и начинаешь жрать, как и не в себя, то, конечно, может разнести. Любого разнесет. Да-да-да, вон Бетька бегает за Светочкой. Орет. Ну, важно соблюдать не только БЖУ. Важны правильные продукты. Важны правильные продукты. Ну, 15 килограмм нет. Две-три недели это не есть хорошо. У друга забрали. Но это было как раз в первые периоды. Забирали машину. В первые периоды, когда только началась вот эта куматоза-васия, у многих забирали чуть ли не в дома, в квартиры вламливались, выманивали людей из квартир, чтобы забрать. И с работы отслеживали, где люди работают, забирали машины, да. Без каких-либо оснований забирали у настоящих владельцев, на которых оформлено полностью машину забирали без каких-либо оснований при том. Просто дали приказ забрать и все. А основания какие на это? С какое право они имели забирать у добросовестных приобретателей? Уже машина оформлена, зарегистрирована. Просто забирать машину. Какое? Да никакое. А почему? Потому что кто-то сказал забрать, потому что там все было уже спланировано. Спланировано все. Вот так вот произошло. Хорошо, если она стоит на стоянке, как вещдок. Хорошо, если она стоит, а не бывшие владельцы на ней разъезжают. И тебе приходят туда еще штрафы за эту машину. У многих-то машины позабирали, и на них бывшие владельцы ездят. А штрафы приходят на новых владельцев, на которых машина зарегистрирована. Вот это полный пиздец, честно, ребят. Да я вообще не нервничаю, мне честно насрать вообще. Эту машину только со мной вместе, прям с ней заберут. И будете ходить мне еду приносить в машину. Не, я могу, конечно, отдать машину, ради бога. Только я все повытаскиваю из нее, что я приобрела, что я ремонт сделала. Колеса свои заберу, на кирпичи поставлю. Ради бога, забирайте. Забирайте, вот как я ее покупала, вот только в таком виде вы ее и заберете. А так как половину этой машины, уже у меня документы есть, половина деталей, это моя собственность, моя приобретенная. Вы можете забрать только железки от этой машины, ради бога, забирайте. На кирпичи поставлю, берите. Тем более у нее движок сейчас полетел. Пожалуйста, если вы доедете на эвакуаторе, можете куда хотите на эвакуаторе ездить. Мне все равно прям. Тем более у этой машины движок наебнулся уже. Можете прям забирать смело машину, вообще срать. Движку пизда. Хотите где валя, там пишите в WhatsApp. И можете прям на эвакуаторе разъезжать на этой машине. Похер вообще мне. Вообще срать. Да, вот там это, там атака началась. Вон, смотрите. Вон, смотрите, атака. Сейчас Светика сожрут. Я тоже есть, говорит, хочу что делать. Ха-ха. Нет. Камин? Нет, еще не работает. Мне уже четвертый месяц шлют парогенераторы, все. Четвертый месяц. Полгода уже. Светик, привет, все кричат. Привет. Привет. А я не знаю, сейчас Светика сожрут прям. Черепаха не нужна? Нет, спасибо. У меня тут вот этих торглодитов хватает. Вот так. Какая нахрен черепаха? Я еще придумала. Так, ушко сюда. Потом вот так иди. В камнях, короче, оно будет. О, Господи. Светика татуха показывала просто. Отводу девалятых менты. Да я вообще прям везучий огонь. Ага, не говори. То машина, то камин. Ой, да не говорите. Ну, честно, насрать вообще. Техника, говорит, не мое, Светик кричит. Так, ну что, ребятули, давайте. Я буду сохранять эфир. Побежала я мыться и кушать. Жрать уже хочу, как лошадь просто. Всех люблю, целую. Желаю отличного дня, хорошего настроения. Сегодня пятница, развратница. Можно отдыхать перед выходными. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok